Приветствую вас, со своей стороны я бы мог вам порекомендовать подумать над тем, как выжнуть мужчину с позиции конфликта. То есть, как вы сказали, основная причина того, что вы расстались, подключалась в том, что человек не уделял вам достаточно внимания. И вот тот факт, что он уделял недостаточно вам внимания, вы ставили ему постоянно в минус, в объединение, в общем, обращали против него. Соответственно, давайте подумаем. Ну вот, предположим, есть у человека друзья. Предположим, что есть у человека некий такой круг общения, круг взаимодействия, если угодно. И есть вы, которые начинают требовать от него, чтобы он изменил свое поведение. Естественно, человек должен будет поменять не только свое поведение, человек должен изменить свой образ жизни. Человек должен как-то, я еще раз повторю, как-то, человек должен как-то объяснить своим друзьям, что его ситуация, его жизнь, его позиция изменилась. То есть человек должен донести до своих друзей, что вы теперь требуете от него, ну, повышенного внимания, если угодно. И так как раньше с ними, он общаться уже не может. И проблема заключается в том, что далеко не каждый, вот круг людей, далеко не каждый друг, далеко не каждый человек окажется способен это принять. То есть принять вот именно этот факт, что нужно изменить общение, нужно изменить взаимодействие, оно меняется. И соответственно, ваш мужчина понимает, что от него требует что? Вы, то есть от него требуете что? Вы требуете от него того, чтобы он уделял вам больше внимания, больше времени, но при этом ущерб друзьям его. Для него это, конечно, неприятно, потому что он боится потерять друзей. И вам нужно донести до него одну, на самом деле, простую мысль, только лишь, что вы не против, чтобы он общался с друзьями. Вы не против, чтобы он взаимодействовал с ними, но при этом, чтобы вам не было ущерба. Чтобы ущерба вашим интересам не было. И вот это является главным. То есть если вы будете требовать от него, чтобы он обязательно уделял вам именно много внимания, но при этом, чтобы он чувствовал, что вы его как бы пытаетесь лишить, да, оградить от того, чтобы общаться с друзьями, как он сейчас думает. Он думает сейчас именно так, что вы пытаетесь, как бы, отдалить его от друзей. Вот это вот самое плохое, что в этом есть, именно поэтому, собственно, он и, ну, именно поэтому он так сейчас себя ведет. Именно поэтому он с вами и расстался, потому что он думает, он думает, что вы разлучаете его с друзьями. Если вы этого не делаете, то нужно до него донести, что вы этого не хотите. Нужно до него донести, что вы просто требуете своего внимания, себе внимания. Вы хотите, чтобы вам было внимания, но при этом вы не ограничиваете его в общении с друзьями. Вот это, это необходимо донести до него. Правильно. Если вы сможете, если вы сможете увидеть в этом определенную грань, если вы сможете различать границу, как бы, вот, между этими двумя моментами, то ситуация будет довольно-таки хорошо складываться именно в контексте вашего отношения. Потому что мужчина-то будет знать, что вы требуете внимания именно для себя. Мужчина будет отдавать себе отсчет, что вы хотите просто быть с ним. Мужчина будет именно это понимать и не будет думать, что вы пытаетесь лишить его друзей, например. О чем он думает сейчас? Да, ну, скорее всего. Скорее всего. Далее. Вы пишите о том, что хотите, чтобы он уделял вам больше внимания. Тоже важный момент, который необходимо разграничить. Разграничить в каком смысле? Как это понять? Что значит разграничить? Разграничить нужно в том контексте, в том аспекте, что, почему вы так против, что он общается с друзьями. Почему? Одно дело вы хотите просто для себя. Внимание. Одно дело. Другое дело, вы требуете этого, потому что, например, сомневаетесь в своем мужчине. Это совсем другой момент, это совсем другое дело. И вот это нужно различить. Потому что если дело в том, именно что вы сомневаетесь в себе, то это внутренняя неуверенность. И получается, что из-за неуверенности в себе, как раз, вы и портите отношения со своим молодым человеком. Надеюсь, этот момент вам понятен. Надеюсь, вот именно этот аспект вы для себя постараетесь уловить. Аспект, вообще говоря, не такой уж и сложный. Аспект, вообще говоря, не такой уж и непонятный. Потому что объективно и у молодого человека есть свои интересы. То есть, молодой человек имеет право встречаться с друзьями, имеет право с ними проводить время и так далее. Но объективно и у вас есть право получать свое внимание, как женщину. И если вы вот этот момент не реализуете, то вам оно зацоврит. И вот только в том, чтобы провести грант между своими желаниями, между своими потребностями, и между тем, чтобы позволять мужчине быть тем, кто он есть, тем, кто он хочет быть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!